Вот, значит, про следующий номер, перехожу. Значит, но всё-таки, вот Дмитрий Борисович объясняет, что во двор можно транслировать всё, что угодно. А официально, например, даже на школьном вечере, потому что завуч придёт, директор школы, скажет, так, ну что это такое? Ну это какие-то там шимми, какие-то там заграничные танго, обжиманцы какие-то в танцах у комсомольцев, что это такое? Вот, и есть такая проблема, значит, герой в стране один, это и часто бывало с нашей страной, вот, и про гражданскую войну, например, песни были про героев, там, Котовский, Щёрст, там, ну вот, Щёрст, где-то познаем, Красный командир, видишь, Будённый наш смелее в бой, ещё, а потом, герой один, но под него не потанцуешь, не может быть песен о Сталине, которые танцевальные, да, они серьёзные, а чего делать-то? И вот родился совершенно уникальный советский жанр, когда песни пели про имена, имена вроде бы собственные, но поют, как про нарицательные, да, то есть вот какой-то есть Андрюша, которому нам ли быть в печали, почему-то он самый большой весельчак и борец с печалью, или там, дядя Ваня, хороший пригожий, дядя Ваня, всех юношей, почему дядя Ваня, вот, Мишка, Мишка, где твоя улыбка, почему Мишка самый улыбчивый? Это понять совершенно невозможно, если вот не вслушиваться, эх, Андрюша, да, или там, Саша, ты помнишь наши встречи, вот, и Мейделихевцы, я думаю, что так можно назвать, вот, приготовили такой целый попури из разных таких произведений, вот, вот подумайте сами, до какой степени изобретателен человек, если его все-таки не пускают в окно, говорят, что про Сталина, он тогда лезет в форточку и поет, как будто бы не про человека, а просто, просто про понятие из справочника русских имен. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Саша, как много в жизни ласки, как незаметно бегут года Саша, как много в жизни ласки, как незаметно бегут года